всем привет друзья сегодня я решил выпустить небольшое видео о процессе замены струн на восьмиструнном безголовом инструменте от компании джоуси как я уже ранее говорил обзоре которые можете сейчас увидеть вот здесь процесс это довольно емкий занимает немного больше времени чем на гитаре с обычной стандартной системы натяжения струн хотелось бы начать с того что я очень долго искал чехол либо кейс для этого инструмента те чехлы которые были на рынке представлены мне не понравились то есть они не подходили мне по форм-фактору мне хотелось чехол более компактный примерно как это у инструментов от компании странберг но к сожалению их не выпускают отдельно от гитар поэтому я провел опрос в социальных сетях и один из товарищей мне прислал ссылку на компанию которая изготавливает чехлы на заказ и так вот этот чехол его изготовили мне на заказ стоимость его обошлась мне в 5500 рублей чехол этот полу жесткий утепленный с мягкой вставкой для грифа также у этого кейса есть карман для каких-то мелочей хочу порекомендовать вам эту компанию если вы не можете найти чехол для своего инструмента пусть то будет безголовая гитара либо может быть у вас есть какие-то требования к своему просто инструменту может быть вы играете там на укулеле либо еще на чем-то обращайтесь рекомендую лично проверил это не является рекламой просто обращайтесь к хорошей компании которая вам сделать за вменяемые деньги и так приступим значит что нам потребуется для замены струн на этом инструменте во первых нам потребуется шестигранник чтобы открутить струны вот здесь вот нам потребуется кусачки для того чтобы вкусе струны а также комплекты струн и жидкости для очистки самого грифа начнем с того что эти струны нужно демонтировать данного инструмента значит нам потребуется шестигранник как видите каждая струна здесь крепится на двух шестигранных винтах перед тем как приступить ослаблению вот этих винтов нужно ослабить сами струны вот на этой системе натяжения после того как мы ослабили струны можно приступать к ослаблению шестигранных винтов рекомендую все вот эти винты складывать в одно место желательно в какую-нибудь баночку потому что если вы их потеряете то будет довольно проблематично их найти мы отстегнули струны после этого вот эта часть как видите ходит то есть струна просто вынимается отсюда достаточно легко после того как струны сняты с инструмента я рекомендую проходить накладку а также возможно какие-то отдельные детали кроме самого корпуса потому что у многих гитар сейчас покрытие исполнено нитролаком и он возможно может из-за этого пострадать или немножко подтереться поэтому берем жидкость я использую такой вот клинер от компании данлоп и проходимся смело по грифу инструмента после того как пройдет некоторое время и клинер он впитается немножко под разъезд грязь можно уже удалять его в принципе любой тряпкой также я рекомендую следующий момент когда если вы чистите свой гриф не так часто то берем медиатор заворачиваем его вот так вот в тряпочку проходим бортики у каждого лада таким вот способом и извлекаем оттуда грязь многие гитаристы размышляют о том что засальный гриф это прикольно показывать что инструмент рабочий что он активно используется есть лично я не вижу в этом ничего прекрасного считают некоторым говнар ст инструмент нужно содержать в чистоте в порядке относиться к нему хорошо инструмент будет относиться к вам также значит после того как мы про почистили гриф клинером рекомендую следующее действие берем лимонное масло тоже от компании данлоп рекомендую его использовать тем у кого накладка грифа выполнена либо из черного дерева либо из палисандра либо из полфера и некоторое время дать впитаться особенно это касается тех музыкантов которые находятся в условиях жесткого климата то есть лютые перепады температур влажности как например санкт-петербурге очень часто накладка из-за этого сторона страдает становится сухой поэтому берем и проходим ее лимонным маслом после этого дать настояться буквально минут десять инструменту и также удалить остатки масла тоже тряпкой я использую для этого тряпку из микрофибры и аккуратненько удаляем остатки масла грифа после всех этих процедур когда установите струны и возьмете инструмент в руки вы сразу ощутите что взяли в руки как будто бы новый инструмент потому что гриф вообще даже по ощущениям будет отличаться колоссально следующее к чему мы переходим это уже непосредственно замена самих струн тут я столкнулся с небольшой проблемой всегда использовал один и тот же комплект от компании арнебол это 1074 8 струнный только я его использовал на 7 струнах то есть я не использовал 64 струну и в принципе думал что поставлю этот комплект себе на 8 струн и буду им спокойно пользоваться но я забыл учесть очень важный фактор то что это мультимензурный инструмент и соответственно вот натяжение вот здесь и натяжение на первых струнах она будет разительно отличаться и поэтому когда установил этот комплект я конечно был очень сильно удивлен потому что невозможно было поражать струну без каких-то дополнительных усилий то есть было играть совсем некомфортно это какое-то дикое натяжение поэтому очень долгое время я искал себе комплект и после того как я купил порядка там четырех разных комплектов струн и ни один мне не подошел один из них я взял для эксперимента это итальянские струны и они оказались достаточно хороши я на них уже отыграл концерт достаточно прикольные струны стоят они значительно дешевле чем арнебол то есть если арнебол стоит если я не ошибаюсь порядка 1200-300 рублей то вот эти струны стоит по моему около 700 рублей всего за комплект есть один нюанс то что здесь последняя струна 70 для меня она является слишком тонкой поэтому мы возьмем ее из этого комплекта конечно это кажется некоторым безумием потому что два комплекта струн для того чтобы отсюда взять только одну струну это нецелесообразно и в принципе расточительно но к сожалению на данный момент я не нашел другого выхода у арнебол есть неплохой 8 струнный комплект где последняя струна если не ошибаюсь 80 я его тоже пробовал к сожалению мне не подходит на 80 струне я не могу играть потому что достаточно долгое время а точнее уже там порядка семи лет я играю на 74 струне и уже любое изменение в этом в меньшую или большую сторону мне становится дискомфортным и поэтому пока выход такой но вот на таком вот раскладе мне кажется это максимально удобно и так у нас получается первая струна десятка вторая страна струна 14 3 18 4 28 5 38 6 48 7 59 и 8 струну мы берем семьдесят четвертую на данный момент получается вот такой вот набор 1 от 1 до 8 струны сейчас мы приступим непосредственно уже к замене самих струн начинаем по традиции с первой струны как видите в этом комплекте их кладут две штуки то есть одна на замену если вы вдруг порвете и бывали ли у вас кстати случае когда при замене струн она у вас рвалась если да то оставляйте в комментариях что это был за комплект потому что мне очень интересно какими струнами люди пользуются и так мы берем струну вставляем ее в паз колесиком так вот после того как мы ее вставили в паз мы наклоняем ее кладем ее на седло и протягиваем ее вот до сюда после этого нам нужно сюда закрутить шестигранник я для начала закручиваю одну штуку после того как вы засунули сюда струну нужно ее немного поднатянуть прям до какого-то такого разумного натяжения и соответственно закрутить один из шестигранник пока я делаю по одному в конце затягиваю уже второй берем вторую струну здесь их тоже две в комплекте одна из них идет на замену хотелось бы отметить немаловажный момент сейчас мы это рассмотрим на примере струны третью струну уже положили 1 жаль если мы возьмем струну как видите около колечка есть некоторая часть обмотки в этой системе отсутствует система струн сквозь корпус например как я использовал раньше получается что она здесь минимально и очень часто это зачастую является огромной ошибкой как и даже и гитарных мастеров в том числе ни в коем случае вот эта часть струны не должна лежать на седле это будет влиять на строй это будет влиять вообще на все поэтому конечно в момент когда вы просто продевать струну она может здесь самым краем лежать но но в дальнейшем же когда вы будете осуществлять натяжение она конечно же уже отъедет в ту сторону и это будет правильно если же в натянутом состоянии в настроенном она будет находиться вот здесь вот это ошибка так не должно быть очень интересно исполнено седло в этой вот системе потому что она имеет некоторый ход то есть она крутится по часовой против часовой и это не высота струны это несколько другое суть в том что в мультимензурной гитаре имеется некоторый наклон и получается зависимости от толщины струны этот наклон конечно минимально но он будет меняться это что вот это вот учтено меня это было некоторым удивлением потому что до этого я не имел мультимензурных инструментов и это оказалось достаточно прикольно итак после того как мы провели натяжение струн и закрутили первый ряд шестигранников сюда нужно инструмент предварительно настроить то есть понять натяжение и посмотреть перед тем как мы будем откусывать вот эту вот часть струн понять что исполнили все правильно чтобы не откусить лишнего и в том случае если придется их перетягивать чтобы не оказаться без нужного без нужной части струны я использую вот такой вот тюнер уже давно это тюнер от компании корк когда я только еще начинал заниматься музыкой такой тюнеры были у каждого музыканта в кейсе в гитарном и хочу я вам сказать что мы проводили несколько тестов на студии и этот тюнер работает намного точнее всех цифровых тюнеров которые находятся в лоджике в кубейсе и в рипере в тому подобных цифровых раскладов то есть это намного точнее чем любой цифровой тюнер итак мы провели предварительную настройку струны у нас встали нормально после этого мы затягиваем вторую часть винтов для меня конечно этот процесс с моими толстыми неуклюжими пальцами довольно проблематичный я вообще не знаю как я играю на гитаре поэтому занимает возможно больше времени чем у человека с нормальными руками также хочу отметить момент с фиксатором струн я наблюдал как это исполнено у других инструментов безголовых и там фиксатор для каждой струны отдельный и он там крепится на одной на одном двух саморезов и не единожды я читал и видел видео о том что при сильном натяжении струн его вырывает вместе со струной я просто представить себе не могу есть на концерте такое происходит ты играешь и у тебя вырывает фиксатор струны что делать в этом в этот момент я если честно даже не знаю но вот люди с этим сталкивались здесь же все исполнено таким образом что это одна общая система которая крепится грифу но для каждой струны отдельный лог мне кажется это очень круто еще раз хочу отметить что после длительного использования этого инструмента он держит строй просто изумительно это он вообще не расстраивается уже отыграл на нем концерт играл на нем огромное количество репетиций вообще строй не плывет я думаю что это напрямую зависит от вот этой самой системы натяжения струн тем что получается сама сама длина струны она является максимально короткой то есть получается здесь отсутствует дополнительных там полтора-два сантиметра которые обычно идут сквозь корпус либо используются там аналогичных там брюш системе там во флойде либо еще где-то а здесь отсут отсутствует вот эта часть струны которая шла бы до смогу до самого колка слог думаю что из-за этого не знаю я не являюсь профессионалом поэтому поправьте меня если это не так думаю что это решение она выигрыш на и так после этого мы приступаем к удалению ненужной части струн каким образом я это произвожу для этого есть вот такие вот кусачки которые являются также и крутилкой для колков со струнами здесь она как видите не очень-то нужно но тем не менее помню в свое время ездил я за этим девайсом в хельсинки потому что у нас не мог найти где он продает и так для того чтобы отрезать и не повредить гриб подкладываю вот так вот конвертик используя этот конвертик для того чтобы не повредить саму гитару и не поцарапать у нее гриф как видите не покоцалось ничего и так сегодня продемонстрировал как происходит замена струн на таком инструменте можете сами оценить насколько это сложно проблематично и затратно по времени либо возможно это вам покажется и не так не таким сложным по времени это занимает примерно около 10 минут также я вам вкратце рассказал как обслуживаю инструменты какими жидкостями пользуюсь для очистки грифа я использую такой вот клинер от компании данлоп для того чтобы обслуживать гриф и накладку я использую лимонное масло и в дальнейшем после каждой плотной длительной игры я использую вот такой вот клинер для струн то есть проходите им струны снимаете тряпочкой остатки вот этой жидкости и в принципе струны вам служит немного дольше чем обычно огромное спасибо всем за просмотр берегите себя и своих близких всем мир пока и и и и и и и